Сегодня в самом центре города полностью сгорел один из маршрутных автобусов, в чем причина возгорания. Что в следующем году станет дороже для россиян и почему потратиться придется не только на продукты. 60 вахтовиков не могут улететь с Ванкора, что обещают людям работодатель. В третьей части выпуска узнаете о том, что можно интересно увидеть на нашем телеканале в новогодние каникулы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню, что ранее сторонники Алексея Навального создали в социальных сетях страницу об акции в поддержку оппозиционера, которая должна была пройти в Москве и которую не согласовали якобы с властями. После того, как страница набрала более 12 тысяч подписчиков, она была закрыта по просьбе Роскомнадзора. Выгорел полностью сегодня днем в центре города. Рядом с остановкой музыкальный театр загорелся автобус маршрута номер 36. Салон был охвачен пламенем, густые клубы дыма были видны издалека. По словам водителя, произошло замыкание. Очевидцы уверяют, что в салоне маршрутки позже взорвался газовый баллон, но пока эта информация официально не подтверждена. В момент возгорания в автобусе было около 15 человек, никто не пострадал, их успели эвакуировать. Потушить пожар самостоятельно не было возможности. К моменту, когда приехали пожарные, пас уже было не спасти. По результатам возгорания автобуса проводится проверка, в ходе которой будут сделаны выводы о причинах пожара, а также определена ответственность водителя и должностных лиц. Салон был полностью охвачен огнем, то есть никто не пострадал, все стояли вот здесь рядом, никаких жертв нет. Развестись и получить права с нового года станет дороже. В 2015 году в цене вырастут не только продукты, но и многие услуги. Этой темой занималась сегодня моя коллега Дарья Тарасенко. Давайте посмотрим фрагмент вечернего эфира. Акцизы. Увеличатся акцизы на бензин, алкоголь и табак. Акцизные ставки на алкогольные напитки вырастут на 100 рублей, ставки акцизов на сигареты возрастут на 20%, на автомобильный бензин на 17,5. И как мы уже говорили ранее, наверное, первое подорожание топлива произойдет уже в январе, литр бензина подорожает на рубль. А в течение всего 2015 года по прогнозам на 10%. Билеты. Стоимость железнодорожных билетов вырастет на 10%. Также будут повышены цены на дополнительную услугу, перевозку багажа, постельное белье, резервирование мест. Билеты на самолет подорожают примерно на 7%. Что касается билета в маршрутках, то тут пока непонятно. Но я напомню, что перевозчики просили поднять цены за проезд на 4 рубля. Водительские права. За пластиковые водительские права в 2015 году придется отдать 2000 рублей вместо 800 рублей. Бумажные подорожают на 100 рублей. Виза, вид на жительство и временное пребывание. Все это тоже подорожает. Стоимость визы для иностранного гражданина возрастет с 600 рублей до 1000. Вид на жительство и продление срока его действия с 2000 до 3500. Разрешение на временное пребывание тоже станет дороже 1600 вместо 1000. Гражданство. Пошина за прием в гражданство Российской Федерации вырастет с 2000 до 3500. Загранпаспорт. Пошина за выдачу обычного загранпаспорта увеличится с 1000 рублей до 2000. Для детей до 14 лет с 300 рублей до 1000. Биометрический паспорт тоже станет дороже. С нового года за такое придется отдать уже 3500 вместо 2500. Для детей до 14 лет его стоимость возрастет с 1200 до 1500. Паспорт. Теперь о паспорте гражданина России. За его получение нужно будет заплатить 300 рублей вместо 200. За восстановление потерянного документа 1500 вместо 500. Развод. За развод тоже придется отдавать больше. Госпошина в составе в 2015 году 650 рублей. Регистрация. Слово одно. Видов много и подорожает все. Регистрация брака в 2015 вырастет. Госпошина в смысле вырастет на 100 рублей. Регистрация автомобиля обойдется в 2000 рублей вместо 1500. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя станет дороже на 2500. Это для юридических лиц и для физических на 500 рублей. И пошина за регистрацию иностранца составит 350 вместо 200. Изменится со следующего года и схема начисления пенсии вводится новая пенсионная формула. Расчет будет осуществляться не в рублях, а в баллах. Количество этих самых баллов будет зависеть от величины зарплаты, стажей и возраста выхода на пенсию. В следующем году стоимость одного балла составит 64 рубля. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по старости, нужно будет заработать как минимум 30 баллов. Но эта мера, как нам пояснили, начнет действовать только с 2025 года. Также стоит отметить, что в новой пенсионной формуле баллы будут зачисляться за службу в армии, за отпуск, по уходу за ребенком, а также за период ухода за ребенком инвалидом и пожилым гражданином. Еще добавлю, что мораторий на передачу пенсионных накоплений в негосударственные фонды будет действовать еще год. Поэтому пока взносы, идущие на накопительную пенсию, направляются на финансирование страховой. Более подробную информацию можно узнать в пенсионном фонде. Кроме того, у каждого появится свой личный кабинет. Если ранее выписка из лицевого счета содержала информацию только о пенсионном страховании, то есть, например, вы застрахованы с 2001 года, то в этом кабинете застрахованного лица, если на вас работодатель сдал данные по трудовой книжке до этого периода, то они будут там с 1975 года, с 1980 года, то есть с того момента, когда гражданин начал работать. И поэтому сумма баллов у вас будет в этом кабинете учтена за все периоды. Автомобиль за 3 с лишним миллиона рублей заказала себе избирательная комиссия Красноярского края. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Согласно документам, необходим автомобиль с двигателем мощностью не менее 245 лошадиных сил, 8-ступенчатой коробкой передач и разгоном до сотни не более 8,5 секунд. Кроме того, салон должен быть отделан кожей, а внутри необходим кондиционер и экран камеры заднего вида. Добавлю, что по ряду характеристик под описание подходят внедорожники марок Ауди и Фольксваген. Но я напоминаю, что для вас работает наш СМС-сервис, номер прежний, 90-20, в начале ТВК. Далее пробелы и текст вашего сообщения сейчас к другим темам. Многоогодние праздники вызвать скорую только в крайних случаях, советуют медики. С таким обращением к жителям региона выступили в Краевом Минздраве. Это связано с традиционными перегрузками врачей в праздничный период. В эти дни работники скорой помощи, как обычно, будут дежурить круглосуточно. Однако в приоритете у них будут экстренные вызовы. К ним относятся, например, потеря сознания или резкая боль в грудной клетке. Остальные вызовы будут обслуживаться в последнюю очередь. А поэтому Минздрав призывает вызывать скорую только если вы не можете самостоятельно справиться с особенностями своего состояния. Кроме того, медики сегодня рассказали, как встретить Новый год без происшествий. Ни для кого не секрет, что зачастую новогодние каникулы оборачиваются для россиян проблемами. Чрезмерное употребление алкоголя, переедание, травмы. Вот лишь некоторые спутники массовых праздничных гуляний. Чтобы их избежать, врачи советуют придерживаться знакомых всем правил. За несколько дней до праздника снизить общий колораж рациона примерно на 300 килокалорий. Тяжелые салаты с майонезом заменить на овощные, есть небольшими порциями и чаще двигаться. Еще есть рекомендации пить качественный алкоголь в умеренных количествах. А лучше вовсе не употреблять спиртное. Пить или не пить утром дополнительное спиртное для того, чтобы облегчить свое состояние, давайте задумаемся. Вечером мы отравились этиловым спиртом, утром мы пытаемся выпить эту же отраву с целью снять вчерашний состояние. Но так и будем бесконечно на все праздники пытаться продолжить. Малореальная такая ситуация. Особое внимание врачи уделили детским травмам. По словам медикам, главную угрозу несут горки, петарды, конструкторы и магниты. Проглотив подобный элемент, ребенок может оказаться на операционном столе. Поэтому родители призывают с особенным вниманием следить за детьми. Если же все-таки горожанам понадобится помощь, 3, 6 и 9 января будут работать все поликлиники. В экстренных случаях получить консультацию можно по телефону 03. 60 вахтовиков не могут улететь с Ванкора, что обещают людям работодатель. В третьей части выпуска узнаете о том, что можно интересно увидеть на нашем телеканале в новогодние каникулы. Сегодня услугами городской электрички воспользовался миллионный пассажир. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Ну а гостем сегодняшней программы «После новостей» был губернатор нашего края Виктор Толоконский. Основная тема – итоги уходящего года и планы на будущее. Давайте посмотрим фрагмент эфира. Мы думаем, что сможем не только сохранить те объемы производства, те темпы, которые сложились в последние годы в развитии экономики края, но даже в чем-то и добавить, поскольку все-таки и конъюнктура экспорта сегодня благоприятная. В Красноярском крае экспортной экономики много, она определяющая для крупных компаний. Думаем, что неплохие есть возможности по привлечению инвестиционных ресурсов. В целом я, безусловно, уверен в том большом потенциале, который есть и у России в целом, и у края в частности. И если бы вы меня спросили, чем 2014 год отличается от других лет и другого времени, я бы сказал, что всем. Это был настолько год, но никогда не было у меня таких крутых поворотов в жизни, таких изменений в жизни, какие произошли в уходящем году. Зимняя забава завершилась несчастным случаем. В Багучанском районе подростки разбились, катаясь со снежной горы. При спуске плюшка с ребятами врезалась в стол посвящение. Удар был такой силы, что пострадавших в тяжелом состоянии увезли в центральную районную больницу. 15-летняя школьница позже скончалась. Обезопасны ли ледяные горки в Красноярске? В этом году горожане жалуются, что на городских елках появились горки почему-то без бортиков. Если вначале еще есть ледяные заграждения, то к середине они исчезают. Любимое детское развлечение в итоге становится опасным. Маленькие дети падают на землю, получая синяки и ушибы. К слову, подняться на горку тоже не так-то просто. Ледяные ступеньки без перил. В администрации нам пояснили, что технология в изготовлении горок не меняется уже несколько лет. Как правило, снег позволяет принимать форму, удобную для скатывания. В этом году зима недостаточно снежная. Буквально в течение суток на всех горках, на всех городских елках скаты обещают сделать более пологими. Вот только какую форму должна принять изначально ледяная горка, как будут приклеивать бортики на уже готовые горки, пока непонятно. Новый год встретят не дома. 60 вахтовиков не могут улететь с Ванкора. В редакцию новостей ТВК обратились родственники рабочих, которые не могут вылететь домой. Якобы компания «Сервис-Интегратор» не хочет вывозить рабочих самолетом до Красноярска. Это затратно, да и трудовой договор у вахтовиков истекает на днях. Люди уже готовы улететь из Игарки за свои деньги, но опять же, чтобы добраться до туда, нужен транспорт. Но единственный вариант, который предлагают рабочим, добираться через Тюменскую область. В Красноярском филиале компании «Сервис-Интегратор» нам заявили, что людей не бросят. Однако подробности, как вахтовики будут добираться домой, какого числа их все-таки отправят обратно, пояснять отказались и просто бросили трубку. Ну а теперь к другим темам. Сказал, но не сделал детские сады, которые должны были сдать в этом году, пока так и не доделали. Из пяти зданий в эксплуатацию ввели только одно на улице Кутузова. Сегодня готовность детских садов проверил глава города Тхам Акбулатов. Он заявил, что за срыв сроков подрядчиков оштрафуют на приличную сумму более 5 миллионов рублей. А в следующем году нерадивые строительные организации будут контролировать и наказывать еще жестче. Три детских сада все-таки должны сдать на днях, еще один в начале следующего года. В любом случае, дети во все пять садов пойдут уже в феврале. Таким образом, очередь сократится еще на 700 человек. А в следующем году в эксплуатацию планируют ввести еще 14 детских садов. Мы должны требовать в городе Красноярске качественной, быстрой работы. Жителям города нужны объекты сегодня, а не в какой-то отдаленной перспективе. Поэтому в городе должны работать серьезные организации. А как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Такой должен быть подход. Продолжение следует... Особенно важно соблюдать правила, ведь люди с повышенными потребностями также хотят купить подарки, которые говорят дорожные полицейские. Напомню, что штраф за парковку на месте для инвалидов составляет от 3 до 5 тысяч рублей. А тем временем уже больше тысячи красноярцев оставили свои голоса против высокого, на их взгляд, тарифа по капитальному ремонту. А также против единых платежных квитанций за свет. Напомню, как только пришли первые платежки с новыми строчками об оплате, мы ежедневно принимали сотни звонков от разгневанных жителей города. И тогда, чтобы донести мнение красноярцев до властей, решили составить петицию. Порядка трех недель в этот документ корреспонденты новостей ТВК вносили голоса горожан. К процессу даже подключились и наши телезрители, которые разместили объявления на подъездах и в соцсетях с призывом звонить в нашу редакцию. Если же вы против нынешнего тарифа по капремонту и единого платежа за свет, то звоните по телефону 265-45-00. Вскоре эту петицию мы отправим на рассмотрение депутатам ЗАГС Собрания нашего края. А какой будет погода в новогоднюю ночь, рассказал в вечернем выпуске новостей наш внештатный синоптик Иван Гордеев. Давайте послушаем. Сейчас мы находимся во власти антициклона, без существенных осадков и довольно прохладно. По данным ветерстанциям у меня спиной температура воздуха минус 14, что близко к средним многолетним значениям на это время. Однако уже сейчас просматривается череда циклонов, что вновь раскачает нашу погоду и вызовет частые перепады давления и температуры воздуха. Завтра, правда, Красноярск по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Преимущественно ясное небо, без существенных осадков. Также и довольно морозно, в ночные часы из-за прояснений. Холодно около минус 23 и в дневное время всего около минус 17. Но к концу дня усилится ветер и погода начнет меняться. 31 числа уже небольшой снег и немного потеплее, около минус 8-10 в дневное время. Скорее всего, такая же погода продержится и всю новогоднюю ночь. А вот 1 числа, первый день следующего года, вновь не характерно для данного времени потепление до нуля. И все бы ничего, но после такого потепления в пятницу ожидается стремительное прохождение холодного атмосферного фронта. А на таких температурных контрастах он, как правило, проходит сильным северо-западным ветром с порывами до 17-22 метров в секунду. И только к концу недели установится умеренная морозная погода, небольшой снег и дневное время температура воздуха около минус 10. И вот в дальнейшем, насколько мы можем сейчас посмотреть, такого устойчивого холодного периода, морозного периода до сих пор не видно. В третьей части выпуска узнаете о том, что можно интересного увидеть на нашем телеканале в новогодние каникулы. Сегодня услугами городской электрички воспользовался миллионный пассажир. От ночной новости ТВК мы продолжаем выпуск. И в новогоднюю ночь, а также в течение всех каникул, телекомпания ТВК остается рядом с нашими телезрителями. Что мы будем вспоминать 31 декабря и 1 января? Подробности в следующем сюжете. Так уж получилось, что в этом году все ЧП в городе пришлись на мои рабочие смены. Это фрагмент итогов года, которые выйдут в эфир 31 декабря в 20.00 и 23 часа. Мы подготовили час откровенных интервью и подборку самых душесчипательных моментов. Корреспонденты новостей и главные герои событий 2014-го расскажут от первого лица, как это было. Есть еще один повод включить ТВК 31-го числа. В этот день наш партнер, телеканал «Домашний», покажет марафон турецкого сериала «Великолепный век» с приятным сюрпризом в конце. Несколько последних серий с 2 часов дня и до 11 часов вечера, где в последней серии это будет развязка сериала. Да, сейчас на данный момент там уже кажется, что все закончилось. Главная героиня Хюрем умерла, но там будет еще что-то. Вот это вот заключительное вы сможете увидеть в 20.30. Последняя серия будет 31 декабря. Не пропустите. На шестом канале информационная служба телекомпании ТВК. Которая вышла в эфир, чтобы поздравить вас с новым, страшно сказать, 2000-м годом. А вот так ведущие проводили новогодний эфир 15 лет назад. 1 января в 8 вечера не забудьте включить телевизор, потому что вас ждут эксклюзивные кадры архива в телекомпании ТВК. Традиционные итоги прежних лет мы собрали в один ретро-фильм, который позволит вспомнить все, чем мы жили. Например, какие наряды искали в магазинах перед праздником. Старые выпуски пересматривала Надежда Бомбакова, которая заметила, как изменились красноярцы. Раньше были люди более открытыми, что ли. Более какими-то раскрепощенными. Я имею в виду людей, которых мы снимали. Тех же политиков, тех же чиновников, тех же просто людей на улице. Сейчас люди даже, вот смотрите, если архивы, сейчас люди более зажаты, что ли. А 2 января вы увидите трансляцию самого красивого конкурса юристов Юровидения. А 3 января целый час программы проверка Юлии Мавшович, где автор со свойственной ей иронией оценивает государственные учреждения Красноярска. 4 числа новости ТВК вернутся в эфир. Главное наше преимущество, мы взгляд, что уже 4 января в 20.00 и с 4 января до конца всех праздников будут выходить выпуски новостей. То есть зрители, даже сидя дома за большим праздничным столом, смогут узнавать, что происходит в городе, потому что все равно что-то будет происходить. 6 января ночью обязательно посмотрите на ТВК прямую трансляцию рождественской службы из храма на улице Павлова. Мы постараемся максимально эффектно показать это событие с использованием всех доступных нам технологий. Василий Солкашевич, Александр Сагайдак, новости ТВК. Счастливый билет сегодня услугами городской электрички воспользовался миллионный пассажир. По этому случаю сотрудники компании «Краспригород» устроили небольшой праздник юбилейному пассажиру, а им стала жительница села Бугач. Вручили абонемент на полгода бесплатных проездов в городской электричке и скороварку. Я вообще в шоке просто. Первый раз в жизни мне так крупно повезло. Вообще, я в шоке. Ну а далее в выпуске традиционная рубрика «Блокпост». 162 пассажира малазийского Боинга, пропавшего на Калмине над Иванским морем, по-прежнему не найдены. Самолет авиакомпании AirAsia летел из индонезийского города Сурубая в Сингапур. Однако в 2 часа 17 минут по московскому времени связь с экипажем прервалась. Поисками Боинга занимаются 15 судов, 3 вертолета и 7 военных самолетов. Спасатели проверяют сообщения местных жителей, которые утверждают, что слышали взрывы в районе исчезновения лайнера. Версии того, что могло случиться с Боингом, множество. Одни из них в самолет ударила молния, либо он превысил высоту, обледенел и рухнул в море. А возможно, ему просто не хватило топлива. Вероятность того, что самолет не упал в море, а где-то сел и люди живы, очень мала, утверждают спасатели. Отмечу, в 2014 году это уже третье крупное авиапроисшествие с малазийским самолетом. В марте Боинг 777 исчез при полете над океаном, а в июле другой такой Боинг был сбит над территорией Украины. Забавы ради. С такой подписью хакеры группировки Anonymous выложили в интернет файл, содержащий более 13 тысяч паролей и номеров кредитных карт. Кроме того, злоумышленники опубликовали личные данные пользователей PlayStation, Amazon и Xbox, а также ключи к лицензионным играм. В твиттер они назвали свой поступок рождественской шуткой. К файлу с данными пользователей они прикрепили пиратскую копию скандального фильма-интервью о кимче ныне. Ранее хакеры разом выложили миллионы паролей от почтовых серверов Mail.ru, Яндекс.Почта и Gmail. Ветеринары США утверждают, популярность в интернете плохо влияет на жизнь кошек и других домашних животных, сообщает издание Associated Press. Из-за растущей популярности в социальных сетях люди часто заводят животных, но не думают о том, что не в состоянии их содержать. Потому многие любимцы из соцсетей позже оказываются на улице. Кроме того, часто человек хочет завести себе более популярную породу и также избавляется от старого питомца. Ветеринары утверждают, с каждым годом увеличивается число приютов. Однако официальной статистики издание не приводит. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края Сеть джинсовых магазинов «Шериф» поздравляет всех с Новым Годом и предлагает подарочные сертификаты для самых любимых. Сеть джинсовых магазинов Днос погоды в нашем городе представляет Роев ручей. Заимка Деда Мороза работает до 11 января. В Красноярске дню минус 16, ночью минус 21. Переменная облачность. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса и весь год провели вместе с нами. Всего доброго и с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова